Вильнюсский форум Свободной России признали нежелательной организацией. Вы один из постоянных участников этого собрания. Вы теперь туда не ногой из-за последствий оказаться под уголовной статьей? Да нет, конечно. Приеду я туда на этот форум, буду приезжать и не вижу никаких причин не делать этого. Конечно, для тех, кто живет в России, это огромная проблема, но последние пару форумов гостей из России, людей, кто приехал прямо оттуда из железного занавеса, было очень-очень мало. Выезд затруднен и по логистическим причинам летать сложно, ну и, соответственно, дорого, ну и с визами тоже не очень просто. Я думаю, что с форумом ничего не случится, он будет работать, как и работал. Удастся ли Кремлю, уничтожив внутреннюю оппозицию, теперь нанести сокрушительный удар по внешней с помощью этих репрессивных законов? Мне кажется, что это иллюзия, что Кремл уничтожил внутреннюю оппозицию. То, что люди не выходят на акции протеста, то, что за любые действия с критикой властей можно попасть в тюрьму, не означает, что оппозиция исчезла. Мне ситуация сильно напоминает последние годы Брежнева, Черненко, Андропова и даже первые годы Горбачева, когда, как говорится, всем было все понятно, но на акции протеста никто не выходил, потому что все понимали, хотя не было никаких репрессивных законов, все понимали, что это может плохо закончиться. Но, тем не менее, я хочу напомнить, что когда в 87 году Ельцин вышел на пленум ЦК и сказал свою речь, начался его раскол внутри полетбюро, внутри руководящей коммунистической верхушки, элиты раскололись. Горбачев сказал, что я разрешаю свободу слова. И вот тут выяснилось, что энергия протеста в советском народе сидела настолько мощной, что уже через три года этой страны не стала существовать. Поэтому разговоры о том, что оппозиция исчезла, оппозиция уничтожена, это от лукавого, она существует. Другое дело, что все хорошо понимают, что в концлагере далеко не всегда правильная попытка выходить на центральную площадь и начинать протестовать против действия начальника концлагеря. Вот, соответственно, а для справиться с внешними врагами, ну, знаете, не по синьке шапка. Мне кажется, что у России нет ни военных, ни экономических, никаких либо других ресурсов не то, что наравне сражаться с Западом, но и даже хотя бы как-то минимально доставлять Западу проблемы. То есть вы относитесь к категории тех экспертов, которые считают, что ситуация может измениться в любой момент, и все будет зависеть от того, каким будет черный лебедь, откуда он пролетит. Правильно? Нет, я отношусь к числу таких, я бы сказал, скептиков. Я повторю, да, я считаю, что любые изменения в России, политические изменения в России могут начаться после того, после раскола элит. Раскол элит должен быть не просто кому какие деньги достанутся, кто будет контролировать ту или иную отрасль. Раскол элит должен быть по вопросу будущего. Идти ли России в сторону Северной Кореи, потому что станцию под названием Иран мы уже проехали, или России нужно признать свою вину, заплатить за агрессию и попытаться реинтегрироваться в развитый мир. Собственно, вот это два очевидных сценария, и я думаю, что у многих людей, сидящих, ну или числящихся в путинской политической элите, эта развилка очень хорошо стоит перед глазами. Другое дело, что сегодня этот вопрос прямую нельзя задать Путину, потому что он слишком крепко держит власть. Он делает вид, что у него военная победа, ну если не в кармане, то уже вот-вот на горизонте. А если случится военное поражение, если станет понятно, что вся эта военная авантюра крахнулась, то, в общем, вопросы к Путину могут возникать. Опять не означает, что будут возникать. Они могут возникать. Но это для меня пока единственный сценарий, который вот... Это даже не черный лебедь. Мы понимаем, что это за лебедь прилетит. Да, поэтому его черным назвать тяжело. Он вполне очевидный. Вы знаете, мне кажется, что можно очень коротко ответить на ваш вопрос. Жеванно и невкусно. Можно сколько угодно, Путин может сколько угодно исполнять свои ритуальные танцы, песни, говорить о том, что у него самая мощная армия, что он никогда не простит и может повторить. Но все понимают, что его армия совершенно не боеспособна, а его генерал абсолютно бездарна. А жить ему тоже хочется. Одна из главных тем недели, вступление в силу 5 февраля, эмбаргона нефтепродукта из России. С другой стороны, Путин издал указ не продавать нефть тем странам, которые установили потолок цен на ту же российскую нефть. Что вы можете сказать про этот обмен любезностями, в кавычках, кто кого уложит на лопатки? Ну, пока, мне кажется, Запад выигрывает с явным преимуществом. Позиция стран Запада достаточно очевидна и понятна. И, собственно, она не скрывается. Мы хотим, чтобы российские энергоресурсы, нефть, в первую очередь нефтепродукты, попадали на мировой рынок. Но мы хотим, чтобы российский бюджет получал как можно меньше денег за проданные товары. И если вы посмотрите на те данные, которые публикует Минфин, в декабре цена нефти 50,5 долларов, в январе цена нефти 49,5 долларов, то есть сильно ниже даже того потолка цен, который официально установлен. Понятно, что ни один покупатель не вписывает в контракты с российскими компаниями, мы будем действовать исходя из потолка цен, поэтому все угрозы Путина, они, в общем, как-то гроша ломаного не стоят. Можно сколько угодно спекулировать на тему того, что российские компании используют посредников, что они укрывают прибыль в офшорах. Но мне кажется, что главное же, вот из этих 50 долларов, которые Минфин объявляет, именно это является базой для исчисления налогов. А то, что там Сечин или кто-то другой что-то кладет в карман своих офшоров, ну так это же его личные деньги, правильно? Там ни Челуанова, ни Путин эти деньги не достанутся. Поэтому мне кажется, что Запад абсолютно четко достигает своей цели, уменьшая финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении Путина. А о чем говорит то, что сегодня один из заголовков говорил о следующем, что из-за того, что уменьшились доходы в бюджет, будут пересматривать налоги в пользу государства? О чем идет речь? Честно говоря, я не знаю, я не видел этого заголовка, но на 2023 год в бюджет, в смежных законах, которые сопутствовали, было предусмотрено повышение налогов на добычу нефти, добычу газа, на продажу сжиженного газа, на экспорт металлов, на экспорт угля. То есть, в принципе, в бюджет 2023 года повышение налогов уже заложено. Российский налоговый кодекс запрещает повышать налоги в течение года, хотя в прошлом году такое исключение было сделано для Газпрома, видимо, по просьбе компании. Поэтому я, честно говоря, не ожидаю в ближайшее время какого-либо изменения налогового давления, хотя с Кремлем трудно загадывать и быть в этом до конца уверенным, но, по крайней мере, закон этого не допускает. Посмотрим, что будет дальше. Ну, как раз вы и говорили о том, куда девается деньги Сечин, кладет их в карман или, наоборот, тратит... Вот, видимо, речь идет о том, что если, вы как сказали, налоговые отчисления идут с 50 долларов за баррель, то, значит, маржа в основном остается у тех, кто добывает нефть. Правильно? А маржа, смотрите, если цена на нефть в мире 80 долларов, а российские компании продают по 50, и Минфин получает налоги за 50, с 50, да, то вопрос, куда деваются остальные 30. И я думаю, что здесь есть много участников этого дележа этих 30, но что-то непосредственно является скидкой к цене, потому что покупать российскую нефть рискованно. Что-то является дополнительными расходами на транспортировку, потому что возить нефть в Индию или в Китай гораздо дальше, чем возить в Европу. Ну, а что-то является вот распилом между участниками, между компаниями-посредниками, да, поэтому в какой пропорции, никто не знает. Ну, давайте считать для простоты, что делят на троих, как выводится в России. Продолжение этой же темы. Эксперты считают, что Ахиллесова пита Европы – это скорость перестройки логистических потоков с нефтепродуктами из других стран. Европа может столкнуться с реэкспортом топлива из третьих стран. Например, танкер с российскими нефтепродуктами прибывает в Марокко, потом едет в Испанию. Москва вновь окажется с маржой, а Европа переплатит за ту нефть, которая доставалась до эмбарго дешевле. У меня нет хрустального шара, я не умею предвидеть будущего. Я повторю, что задача Запада не состоит в том, чтобы уменьшить количество российской нефти или российских нефтепродуктов, которые приходят на мировой рынок. Потому что уменьшение экспорта нефти со стороны России приведет к росту цен на нефть, а это никому не нужно. Тем более, когда экономика и США, и Европы находятся на грани рецессии. Вот только-только стали появляться оптимистические прогнозы, что вроде бы удастся избежать рецессии, если цены на нефть вскочат вверх из-за того, что Россия не сможет продать свою нефть. Ну, в общем, все эти шансы на положительную экономическую динамику, они рухнут. Поэтому, повторю, мне кажется, что главное не в том, чтобы Россия не продала свою нефть, а в том, чтобы она за нефть или нефтепродукты получила как можно денег. А будет это сделано через Турцию, через Иран, через Сингапур, через Марокко. Ну, какая разница? Самое главное, чтобы у Путина было денег меньше. Из-за запрета на импорт российской нефти и потолка цен на углеводороды бюджет недополучает 160 миллионов евро в день, пишут эксперты. Эту же цифру назвала, кстати, глава Еврокомиссии. Это очаровательная дамма. Скажите, почувствуют ли это простые люди? Мне кажется, эта цифра завышенная. По крайней мере, у меня столько не получается. У меня получилось, что за прошлый год российская экономика в целом, не только бюджет, российская экономика недополучила примерно 100 миллиардов долларов. Соответственно, это получается сильно меньше, чем 160 миллионов долларов в день. Россияне пока этого не чувствуют. Я бы сказал так, что до рядового россиянина вся ситуация с потолками цен, с ограничениями доходов российского бюджета может сказаться только в том случае, если доходы упадут сильно на бюджет. Если дефицит бюджета будет не 2% ВВП, как запланировано Минфином на 2023 год, а, скажем, 4 или 5, тогда придется больше прибегать к помощи Центрального банка. Тогда больше будет девальвация рубля, и тогда инфляция может разогнаться. Если инфляции не будет, я думаю, что рядовые россияне ничего не заметят и ничего не узнают. Скажите, тогда на какие показатели надо обратить внимание, чтобы понять, что происходит в российской экономике? Ну, главный показатель это вот та цена на нефть, которую публикует Минфин, и обменный курс рубля, который формируется на московской бирже. Умножая одно на другое, вы получаете 3500 рублей за баррель нефти, и это сильно меньше того, что Минфин заложил в бюджет. В бюджет заложено примерно 4300-4400 рублей за баррель нефти. А как вы реагируете на фразу, что санкции бессмысленны для России? Ну, мне кажется, что это глупая фраза, потому что в 2021 году, если верить Росстат, то российская экономика выросла на 5,6%. Оценка 2022 года, ее еще там полный нет, но где-то там 2,5-2,7%. Разница получается 8% пунктов, что называется, в обычной ситуации, если вы посмотрите на экономическую историю, на крупные страны, но это такой шесточайший экономический кризис. То есть, вот перейти с таким диапазоном из плюсов в минус, собственно говоря, это и есть результат санкций. Поэтому люди, которые говорят, что российская экономика ничего не почувствовала, они вообще говоря не понимают, что такое экономика, как она устроена, что такое экономическая статистика. Нет таких санкций, которые могут остановить экономическую жизнь в любой стране. Нет такой страны, которую можно задавить экономическими санкциями так, что там жизнь остановится. Поэтому дальше можно говорить только о масштабах. Россия экспортер сырья, мировая экономика без российского сырья прожить не может, поэтому все давление идет медленно, но уверенно. Мы потеряли 8% экономической динамики. Россия потеряла доступ к современным технологиям. АвтоВАЗ не может выпускать машины с центральным замком. АвтоВАЗ может красить машины только в черный, белый и грязный зеленый цвет. Можно как угодно к этому относиться, но ведь это и есть результат санкций. Поэтому, мне кажется, они работают и достаточно неплохо. В чем вы ошиблись, как экономист, когда началась твоя история? Я точно не ошибся в прогнозе, потому что в марте-апреле я говорил о том, что рано давать прогнозы об эффекте санкций. Нужно дождаться истугов первого полугодия, то есть конца июля-начало августа, и тогда можно будет давать точные оценки. И здесь я, что называется, попал в точку, потому что все, кто прогнозировали падение российской экономики на 8%, на 10%, на 12%, на 15%, они попали в лужу. Потому что такого просто быть не может, чтобы экономика России упала за год на 12%, она в четвертом квартале, к четвертому должна была упасть на 25%. Ну, а мы понимаем, что Украина, которая воюет, упала на 35%. То есть есть вещи, которые называются просто невозможные. Что я недооценил? Я недооценил решимость российского правительства, российских денежных властей отказаться от конвертируемости рубля, что позволило резко изменить ситуацию на валютном рынке. Ну, собственно говоря, заплатить за это конвертируемость рубля и отложить все проблемы на будущее. Вот это, честно говоря, мне в голову не приходило, но видите как, я, собственно говоря, не скрываю, что в моих оценках, в моих прогнозах что-то было не учтено. Одна из главных новостей – это рост числа насилия, связанная с теми, кто возвращается с фронта. Итак, вопрос. Станут ли зэки из числа воров и убийц, прошедшие войну в Украине и прощенные Кремлем, новой элитой России? Им обещают депутатские мандаты, английские билеты МГИМО, педагогические должности в школах и университетах. Ну, никто им этого не обещает, это Пригожин к этому призывает. Но из истории исправительных учреждений не только России, но и других стран, хорошо известно, что тюрьма не перевоспитывает. То есть, крайне редко люди меняют принципиально свою жизнь, и, как правило, преступники, которые получили большие сроки за тяжкие преступления, возвращаются к той же самой деятельности и вскоре снова попадают в тюрьму. Я думаю, что большинство вот тех заключенных, которые подписали контракт с Пригожиным, если они останутся живы и приедут домой в Россию, то очень скоро они снова окажутся там, откуда уехали. То есть, в местах не столь отдаленных, точнее говоря, в колониях строгого или не очень строгого режима. То есть, вот эти попытки Володина принять законопроект, который бы защищал их, ограждал их от оскорбления, места в МГИМО и депутатские корочки, это всего лишь словесный блеф. Вы так считаете? Ну, вы знаете, я думаю, что там ни корочком ГИМО, ни даже, думаю, депутатский мандат насильника и убийцу защитить не могут. Ну, то есть, я думаю, что депутаты встанут на защиту казнокрада, коррупционера, что для них является нормой вещей. Но я не думаю, что если какой-нибудь серийный убийца станет депутатом Госдумы и совершит еще там парочку или троечку убийств, что депутаты решат оставить его в своих рядах. Они побоятся. Они же тоже люди и тоже могут стать его жертвой. Поэтому я не знаю, о чем думает Володин, но, знаете как, есть люди, у которых причинно-следственные связи в мозгу отсутствуют. Пригожина и его команда возьмут свою долю бизнеса, почета и уважения или их не допустят в большой кормушке, как вы считаете? Учитывая, что имя Пригожина звучит, наверное, не реже, чем имя самого Путина. Я не знаю, какими ресурсами сегодня располагает Пригожин, но очень хорошо понимаю, что те финансовые потоки, которые к нему притекают, они полностью контролируются Кремлем. Какой из башен, можно только догадываться, но я думаю, что Кремль в силах в любой момент перекрыть этот крантик, как только Кремль сочтет, что Мавр сделал свое дело, я думаю, что финансовый поток в сторону Пригожина тут же иссякнет. И вместе с этим иссякнут его возможности. Человек, который ведет огромные расходные проекты, потому что содержание частной армии и содержание фабрик интернет-троллей – это расходы, это никакие не доходы. Это бизнесом назвать сложно, поэтому явно, что он зависит от доброй воли Кремля. Я помню, там, недели три назад он как-то выступал и говорил, что прекратите нас критиковать, а то у меня возникают проблемы с получением финансирования. Ну, то есть, вот очевидно, что он нигде не зарабатывает эти деньги, а по каким-то записочкам, намекам, звонкам их получает. Мы привыкли считать, ну или, по крайней мере, это мнение распространенное, что сегодня Путин и его чекисты – самые влиятельные и богатые люди России, которые кормятся с бюджетом. Могут ли эти места занять военные из числа командиров, которые воюют в Украине? Попросят ли они свою долю? Путин же не может не учитывать их интересы. Я не предвижу никакой политико-экономической активности со стороны российских военных. Традиционно они держатся в стороне, и я думаю, что даже те герои, которых назовет Путин, которым он повесит звездочки, которых он будет боготворить как гениальных военных начальников, они все будут находиться на крючке у ФСБ, который в любой момент их сможет посадить. Вы знаете, все-таки в борьбе ФСБ и армии я ставлю на ФСБ. Издание «Гардиан» писало, что несколько российских олигархов переписали свои имущества на детей и других родственников до начала войны. При этом называлось только имя Абрамовича. Данные других богачей пока не раскрываются. Что это означает? Олигархи оказались более информированы и перестраховались, и знали о начале войны? Как вы считаете? Я не думаю, что олигархи знали о начале войны. Я думаю, что они очень серьезно относятся к сохранению своих активов. И если вы посмотрите на историю крупных российских состояний в последние пять лет, то переоформление на детей это стало нормой вещей. Рано или поздно богатые люди занимаются проблемой организации наследства. Но при этом, если взглянуть, например, на того же самого Алексея Мардашова, то он сначала отписал золотую кампанию на своих детей, потом забрал обратно. То есть это все переоформление делается таким образом, чтобы в любой момент можно было вернуть, если будет такое желание. Что касается конкретно Романа Абрамовича, то мне кажется, что он просто оценил, поверил, скажем так, данным американской разведки. И посчитал, что Путин действительно готовится к войне и что лучше перестраховаться, что называется, и поселить столомки там, где ты можешь упасть. Даже если ты не упадешь, это тебя может в какой-то момент спасти. Поэтому я бы сказал так, что это скорее его предусмотрительность и оценка возможных сценариев и большой удельный вес негативного сценария. Все-таки ответьте мне, откуда может пролететь черный лебедь в кремлевский кабинет Путина? Где его Ахиллесова пята сегодня? Ахиллесова пята Путина находится в Вашингтоне по адресу 16.00 Пенсильвания авеню. Называется Белый дом. Соседнее здание казначейства, еще там рядышком Фогги Ботом находится Госдеп. Через Потамах находится Пентагон. Вот если эти органы договорятся, что Украине нужно дать столько вооружения, чтобы она могла победить, вот это и есть тот черный лебедь, который явно может поменять политический расклад в России. Все остальное это бессмысленные надежды, что можно горохом прошибить стену. Сергей, огромное вам спасибо. Я рад был вас слышать. Все, до свидания.